Девятиклассники, воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва Ивана Ярослав предпочитают летом не терять времени. Спортивная площадка, боевой настрой и мотивация тренера, хороший заряд на все каникулы. Сейчас ребята готовятся к осенним соревнованиям по боксу. Занимаемся боксом, спортом, ходим на турники, бегаем. Меня в сексу дали в пять лет. Я на бокс пошел. До сих пор занимаюсь. Вон полно турников. На заднем дворе школы тоже много турников. Все для детей, для подростков, даже для взрослых. Младшее поколение летом тоже не забывает о спорте. Я 7 августа поеду в Евпаторию на сборы по плаванию на 21 день. Летние каникулы я провожу хорошо. Был в Крыму, в Черноморском на 18 дней. Для школьников также предусмотрены бесплатные путевки в оздоровительные лагеря Крыма и Подмосковья за счет администрации Одинцовского округа. В первую очередь претендовать на такие путевки могут дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это малобеспеченные семьи, семьи, которые воспитывают опекаемых детей, дети, которых или сама семья стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних или в комиссиях образовательных учреждений. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, дети по потере кормильца. Бесплатные путевки предусмотрены также для одаренных детей и ребят из многодетных семей. Между тем у старшеклассников другие заботы – вступительные экзамены. Георгий, будущий врач-педиатр, этим летом вступает во взрослую жизнь. У меня поступление в университет и все пока хорошо идет. Также еще я начал учиться на вождении. Скоро, через месяц у меня будет экзамен, я сдам на права и уже буду спокойно кататься до университета и обратно. Младшему поколению водительское удостоверение не выдают. Поэтому велосипеды и самокаты без проблем доставят до детской площадки. Жмурки, салки, прятки – вот оно беззаботное детство. Я люблю в саде ходить, мне там очень нравится. Ольга Дмитриева, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».